Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Есть короткие пути к счастью. Танец, говорят, один из них. Тем, кто занимается в группе на профсоюзной 4-9, счастливыми быть не запретишь. Латино и кадриль танцуют с таким задором, что и 20-летние позавидуют. А ведь всем тут за 50. Каждую среду в центре местной активности Первомайского района кировчане и кировчанки разные танцы разучивают. И не только народные. Хотя они душе ближе, признаются те, кто сюда приходит. Занятия для всех абсолютно бесплатные. Открылась группа в рамках проекта 50+, благодаря поддержке партнера нашей радиостанции Вятка Банка. Реализует банк и еще один проект для своих клиентов. Старшее поколение – это целый университет. Всем студентам его за 55. И они еще раз доказали – кругозор тех, кто вышел на пенсию, забор огорода ограничивать вовсе не должен. У тех, кто приходит на занятия, интересы самые разные, говорит специалист по социальным проектам Вятка Банка Сергей Суслов. Мы с нашими клиентами общаемся. Часто задавали вопрос, чем вы хотели заниматься. Так вот, в топе у нас что было? Первое место – это, конечно, компьютерная грамотность, потому что без компьютера сейчас никак. Второе место – это танцы и йога. Пенсионеры нам сказали, мы сделали. Здесь уже постоянные клиенты нашего клуба, кто ходит на все занятия, начинают общаться с друг с другом. То есть получается уже целая семья клуба ветеранов старшего поколения. Мышь, окно, новые значения давно знакомых слов становятся известны в занятиях по основам компьютерной грамотности. Еще немного и словами интернет-банкинг или овердрафт здесь никого не удивишь. Ведь в Банковском университете и курс финансовой грамотности есть. На этих занятиях всегда аншлаг рассказывает Сергей Суслов. Финансовая грамотность – это что такое? Мы рассказываем и показываем на слайдах, например, какие-то ситуации мошеннические, какие-то схемы, то есть как себя не дать оплануть, правильно пользоваться картой, банковской пластиковой и так далее. Был курс, как себя правильно вести в криминогенной ситуации. То есть вот мошенник на улице подошел, как правильно держать сумку, чтобы ее не выхватили, и как правильно дать первый отпор, каблуком на ногу наступить. То есть мы заботимся не только о социализации инстинеров, но и о том, чтобы их обезопасить. Как с точки зрения финансов, так и с точки зрения просто человеческого фактора. О здоровье и молодости своих студентов тоже заботятся. Повернуть время вспять с помощью асан и медитаций на йоге и зарядиться бодростью на весь день танцуя рок-н-ролл и кадриль могут участники клуба «Старшее поколение». Скоро, обещают организаторы, откроют творческие мастерские. Полозоплетению и бисероплетению. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова.